Дальше Всевышний Господь, Пан Наталья, говорит в 144-м аяте Я айюлязина аману ля таттахизуль кафирина аулия аминдуниль муминин У тех, которые уверовали, не берите неверующих себе в друзья вместо верующих Я айюха лязина аману ля таттахизуль кафирина аулия аминдуниль муминин Ай нахаллаху лямуминина анмувалят в куфар Всевышний Аллах запретил верующим дружить с неверующими Ва каль Ай нахаллаху лямуминина анмувалят в куфар Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? Ай худжата байнаху фи азабикум Байнатанфия азабикум То есть предоставить Всевышний Аллаху довод на то, чтобы вас подвергнуть наказанию Ученые говорят, Баараку лауфикум Об этом аяте Всевышний Аллах в этом аяте запретил Сказал, ой, те, которые уверовали Не берите неверующие себе друзья вместо верующих Ученые говорят, что установление деловых отношений с неверующими В виде торговли и того подобного Не значит брать себе их в друзья Так как виляя дружба, о которой говорится в аяте Это взаимопомощь на основе дружеских отношений Опираясь на них Однако нет сомнения, братья, как говорит об этом Шейх Мухаммад Ибнусалим Что если есть выбор строить торговые отношения С верующими или неверующими Следует дать предпочтение верующим Потом Всевышний Аллах упомянул Степени, которые будут занимать мунафики В аду Всевышний Господь сказал Воистине Люцемеры окажутся на нижайшей степени На нижайшей ступени огня То есть сказали Другие же прочитали Как фиддараки То есть это два диалекта Несущие один и тот же смысл Точно так же Дарк и дарак имеет один смысл Это что степень Или ступень Абдулла ибнумасуд сказал Что значит на самой нижней ступени огня В сундуках железных Которые будут закрыты Запечатаны в огне То есть представьте Железный сундук туда положат человека И бросят в огонь Закрытый дом То есть снаружи В котором разожжен огонь И так же сверху и снизу И в этом аяте указание на то Что ад состоит из ступеней И туда отдельно Даракат называется А рай это что? Даракат в степени И точно так же Как в раю Человек Чем больше его дел И так далее Вера его иман Тем выше его степень Точно так же Чем хуже грех И куфр человека Тем он будет ниже В Аду Алия Зубеля Не найдешь для них помощника А иман То есть того Кто защитит его от наказания И в этом аяте указание На то что мунавки хуже Того кто в своей основе Является неверующим Потому что объединил Между собой Между собой Потому что объединил В себе Между куфром И обманом В Алия Зубеля Между куфром и обманом Как подобно риба Тот человек Который Открытую Пожирает Лихву И другой человек, который пожирает лихву, но обманным образом, он хуже, чем первый. То есть тот, кто пожирает лихву обманным образом, он хуже своим положением, чем тот человек, который пожирает лихву в открытую. Аллах дальше говорит, «Илля лязина таабу» — «Если только они не раскаются». То есть «Оставив лицемерие» — «Во амаляху» — «И исправят, амаляхум» — «Свои дела». «И только они не раскаются», — « pois им и seguят…» Исправят амалягум свои дела. Братья, то есть имеется в виду, ученые говорят, муфасиры, про мунафика, то, что мунафик должен раскаяться и исправить. То есть исправить то, что он натворил. Исправить то, что он натворил, то, что он испортил. Те сомнения, которые он посеял верующими. И поэтому ужас того, братья. Давайте посмотрим. И мы знаем, Барак Луфикам, что многие ученые описывают ахлебида превосходного видения, чем нефаком, лицемерием, правильно? Потому что они что? Говорят, внешне мы веруем. А их поведение, Барак Луфикам, косвенно говорим о том, что они не верят. Правильно или нет? Пророк говорит, все, что вас приближает к краю и отдаляет от огня, я вам рассказал. А превосходного видения, как будто бы не верит в этот хадис, правильно же? То есть его поступки на это указывают. Поэтому он как мунафик внешне показывает, что, мол, как будто он верующий, а по сути дела он поступает совсем по-другому. И вот почему Аллах Супан Таля про них сказал Барак Луфикам, что они должны раскаяться и должны исправить. Соответственно, Барак Луфикам, любой привержен с нововведением, который призывал к нововведениям, когда он говорит, я раскаиваюсь, этого недостаточно. Почему этого недостаточно? Братья, смотрите. Давайте посмотрим на ужас поступка того человека, который что-то испортил в мирских вопросах. Представьте, какой-то человек пошел и взорвал электростанцию, при том, что никто из людей не пострадал, просто взорвал электростанцию. Потом пошел, взорвал горводоканал. Потом пошел Барак Луфикам и порезал газовые трубы. Никого из людей не убил. До того, как все это делать, людей оттуда выгнал. Этот человек в любом государстве считается террористом. По законам любого государства, кто совершит подобное, считается террористом. И, соответственно, к нему будут припределены соответствующие меры. Братья, этот человек прикрыл людям что? Электричество. Ну, у людей дома свечки есть. Этот человек перекрыл людям воду. Люди пойдут в магазинах, бутылку воду купят. Этот человек Барак Луфикам перекрыл людям газ. Люди дрова разожгут и кушать себе приготовят. Так или так? И потом эти точно так же электростанции восстанавливаются. Газовое хозяйство восстанавливается. Горводоканал восстанавливается. Братья, а что сказать тому, кто прикрыл людям путь к Всевышнему Аллаху? Канал света в виде Курана и Сунны. Распространяя новшество у Алия Зубеля. Сюда же относится Барак Луфикам тот человек, который предостерегает от ученых, требующих знаний Али Сунны. Особенно, особенно Барак Луфикам. Представьте, в каком-то городе, мегаполисе, да, есть электростанция, и он ее взорвал. Но есть Барак Луфикам вторая, альтернативно, ее подключат. Правильно или нет? Вторую взорвал, есть третья, есть четвертая и так далее. Вопрос никакой решается. А представьте, в каком-то городишке, африканской какой-то стране, электростанция на коленях стоит. На коленях стоит. И представьте, там от ветра падает, а он еще пришел ее взорвал. Ветер, когда сильно дует, у них там все столбы падают, а он еще пришел взорвал. И вот точно так же, Барак Луфикам. Ладно, если ты живешь в Сауде и начинаешь предосягать от какого-то алима или от какого-то этого. Помимо него есть еще сотни тысяч уляма. А когда ты живешь в стране, братья, в странах СНГ, где, братья, на одной руке, если посчитать Барак Луфикам, это много будет. Кто нас по-настоящему призывает в наше время к Урану и Сунне. И при этом ты берешь людям, перекрываешь этот канал, говоря плохо и так далее и тому подобное. Надо, братья, думать об этом. Даже если в этом человеке есть какие-то ошибки, надо, братья, в семь раз отмерить перед тем, как один раз отрезать. Подумай, что я сейчас начну предостерегать от этого человека из-за этих ошибок. И люди перестанут его слушать. А кого они потом будут слушать? Вот они перестали его слушать. Да, хорошо. Ты сразу задумайся дальше. А кого будут слушать? И это при том раскладе, что ты искренне это делаешь. Потому что большинственная часть этого дела, его не слушать, а меня, потому что слушать. Его не слушать, а почему? А кого slipped? Меня слушать. Поэтому многие из тех, которые предостерегают от всех. И если ты задаешь вопрос, брат, вот ты предостерег от этого, от этого, от этого. А кого слушать? И при этом скажи, тебя я слушать не хочу. Тебя я слушать не хочу. Он не ответит тебе. Он не ответит. Поэтому, братья Бараклауфикум, если кто-то этими вещами занимался и призывал к новшеству, или же Бараклауфикум призывал людей не слушать приветствия Аглесуна, и люди перестали слушать, и начали слушать, кого начали слушать приветствия Аглесуна, этот человек говорит, все, я туптулила, рассказался перед свящим Аллахом, как один человек на своем оканалах распространял гадости про призывающих. Иву, когда на своих озенках все туптулила, и убрал эти записи. Мало того, что ты убрал, исправили, скажи, братья, я предостерегал такого, я раскаюсь, я был неправ, потому что тауба твоя не будет принята. Исправь, исправь то, что ты испортил, иди заново построить электростанцию, водное хозяйство, газовое хозяйство и так далее, через которые приходит свет, Куран и Сунны, вода, Куран и Сунны, газ, Куран и Сунны людям. И поэтому ученые говорят, что покаяние, привез на уведение, не будет принято до тех пор, пока он не исправит то, что испортил из религии. То есть, если он призывал к новшествам, чтобы он рассказал и говорил, что то, что призывал является заблуждением, он должен во всеуслышание объявить о том, что те новшества, которым он призывал, являются заблуждением, что он кается и отказывается от всего того, к чему он призывал и начал разъяснять людям истину. И так же это касается того, кто предостерегал от ученых, требующих знаний и призывающих из числа Агли Суннов Джима, он должен обязательно объявить о том, что он заблуждался и что слушайте братья этих людей и так далее, и так подобное. А что касается ошибок, приверженцев Сунна, то никто ему не запрещает, что предостерегать от ошибок. Скажи просто, сделай запись. Есть люди, которые говорят вот так-то, вот так-то, вот так-то. Это неправильно, это заблуждение, это противоречит доводу и так далее, и так подобное. Баракулуфикум, этим самым, наоборот, ты сам хорошо поступишь с этими требующими знаниями. Не предостерегать самого этого человека, если в своей основе он является приверженцем Сунны. И вот Всевышний Аллах, кроме тех, кто рассказал, исправить свои дела, и будут доверять и уповать, будут доверять Всевышнему Аллаху и уповать на Него, и очистят свою веру перед Ним, то есть имеется до искреннего сердца, потому что нефак это неверие от чего? Сердце. Избавление от такого нефака будет чем? Как проведется, если у человека искренне сердце появится? Поэтому в этих словах ученых, это указание на то, что Аллах принимает покаяние мунафика, но при соблюдении ниже упомянутых условий. И такие будут считаться, или же окажется, вместе с верующими, то есть мааль муменин, будут исчисла верующих. И Всевышний Аллах одарит верующим, верующих, имам Багаев, на том свете, великой наградой, яни, аль-джанна, то есть раем. То есть юти, не пришло упоминание, нет, не написано буква я, филхат, ли сукутя филлявз, потому что она не произносится. А почему она не произносится, хоть нету правил и араба, которые бы требовали от нас не произносить эту фасауфа юти, фасауфа юти, потому что говорит ли сукутя филлявз, ли сукутя лям фи Аллах, потому что у тебя получается Аллах, два сукуна встречаются, я и Аллах, поэтому юти будет. Ва хаулю та алия, Всевышний Аллах дальше говорит, ва маяф алюлмаев, заканчивает эти слова баракуфикум словами, маяф алюллаху би адабикум и шакартум. Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны? А мы с вами говорили, чтобы человек благодарить чем? Словами, делами и убеждениями. Маяф алюллаху би адабикум, ин шакартум ва аамантум, ва кана Аллаху шакиран алима. Ай-ин шакартум наама, если вы начнете благодарить Аллаха за его милости, ва аамантум и уверуете, а иман это что? Слова, дела и убеждения. Беги, то есть в него. То есть тут предложение, есть что-то раньше, что-то позже упомянуто. Такдиру, как будто бы подразумевают слова. То есть, что Всевышний Аллах будет делать с наказанием вашим, если вы уверуете и будете его благодарить? Потому что нету пользы, благодарности без веры. То есть, хоть тут вопрос, но тут утверждение под этим вопросом подразумевается. Маанагу, смысл какой? То, что Всевышний Аллах никогда не подвергнет верующего, благодарного раба наказанию. Потому что, когда Всевышний Аллах наказывает кого-то из своих рабов, это не увеличивает его власть. Или если он не наказывает их за что-то, не убавляет его власть. Благодарность, то, что противоречит куфру, не верю. А куфр, языковое значение, это что? Скрывать милости, то есть не упоминать, не благодарить за эти милости Всевышний Аллах. А благодарность, это что? Выявление этих милости, то есть на языке и на делах. Ваять, то есть Всевышний Аллах, смысл, одарил тебя такой милостью, как иман. Это должно проявляться на твоих органах, варакалуфик. Ваять и указание на то, что тот, кто не уверовал или не благодарит Аллаха, может попасть под его наказание. Потому что Всевышний Аллах сказал. Что Всевышний Аллах будет делать с вашим наказанием? Если вы благодарите, вы верите. Отсюда понимается, что если вы не будете благодарить, Аллах, смысл, и не уверите, он вас накажет. И Всевышний Аллах является благодарным, знающим. Что подразумевается под благодарностью Всевышнего Аллаха? То, что он доволен маленьким количеством дел со стороны своих рабов. И то, что при этом он многократно награждает своих рабов за их дела. А благодарность со стороны раба, это что подчинение Господу? Омин Аллахи и Савапа со стороны Всевышнего Аллаха награда. На этом, по милости Всевышнего Аллаха, Мы закончили пятый джуз и просим Всевышнего Аллаха принять у тех, кто говорил, у тех, кто слушал, у тех, кто в будущем будет распространять эти уроки. И облегчить нам закончить этот тафсир. И самое главное, облегчить нам жить в соответствии со всем тем, что мы узнаем из этого тафсира. Братья, вы заметили, что Кур'ан Субханава не то, что тафсир на каждое аят. Каждое слово подразумевает под собой огромное количество знаний. Каждое слово подразумевает под собой или несет под собой огромное количество знаний. Поэтому, Аллахи, если Всевышнего Аллаха проявил тебе милость, если ты изучаешь то в север книге Всевышнего Аллаха, ты знаешь, что это из милости Всевышнего Господа, из дозволения Аллаха, из тех признаков, что твое сердце не запечатано. Если ты, Барак, Лауфикум в исламе, видишь, что ты вообще никогда не изучаешь или не изучал слова Всевышнего Аллаха, то есть их толкование, то есть вероятность, что твое сердце просто-напросто запечатано. Всевышнего Аллаха, Скала, Фаля, Итадамбару, Налькуран, Амаля, Кулубина, Квалю, неужели они не задумываются, не размышляют над Кураном? Или же на их сердцах замки, то есть замки имеются в виду их сердца запечатаны. Поэтому Барак, Лауфикум, если ты не хочешь печать, что в тое сердце было запечатано, а запечатанное сердце никакой блага не заходит, братья. Барак, Лауфикум обязательно изучает книгу Всевышнего Аллаха. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы закончить Тавсир, если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется Барак, Лауфикум, новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить и представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть Барак, Лауфикум, получается, и выучите, и будете знать Тавсир. Смотрите внимание, Супан Аллах. Да сколько вот удивительны слова Всевышнего Господа, Супан Аллах. Если человек сказал Всевышний Аллах, афаля это добару на Куран, почему они не задумываются над Кураном? Аф, Лауфикум, Субтитры создавал DimaTorzok